Друзья, всем доброе утро, хорошего дня и отличного настроения. Сегодняшний репортаж я начинаю прямо за рулем, потому что едем мы с вами сегодня на Кипарисовое озеро. Кипарисовое озеро у нас находится буквально в 4 километрах от дома, но подъехать к озеру на машине не получится. Мы это пробовали сделать в прошлом году и там уже поставили заграждение в виде шлагбаумов, за которые нас, естественно, не пустили. Нам пришлось ставить машину на платную стоянку, опять же. По-моему, отдали 100 рублей. Через 300 метров поверните налево в речной переулок. Вот так. По-моему, 100 мы отдали, если не 200. Но сейчас посмотрим, цены меняются каждый день. И хотим мы сегодня повторить наш маршрут. Мы уже там были. Даже, по-моему, видео мы выкладывали. Да, да. Поверните налево. Вот, видео снималось тогда для семейного архива. Сегодня мы хотим повторить этот маршрут, посмотреть, что изменилось, что добавилось, что убавилось. Стоянка у озера у сутки 149 рублей, что я успел прочитать. Везде написано парковка, парковка. Сейчас посмотрим, доедем докуда сможем. Если там вдруг парковки нет, то придется немножко вернуться. По-моему, мы вот с левой стороны где-то здесь ставили за деревьями, под деревьями точнее. С одной стороны удобно то, что машина большую часть времени стоит в тени. А вот, наверное, да, и дальше уже вообще все загородили. Проехать невозможно. Хотя нет, через мост мы еще можем проехать, но, наверное, не стоит. Нет, давайте проедем, посмотрим. Вернемся, да, если что. Да, развернемся, вернемся. А так мы ставили вот так. Через 200 метров поверните направо, во двор. Так, еще он предлагает 200 метров проехать и в какой-то двор. Но, скорее всего, да, вот эту речку мы переезжали, ручеек. И дальше уже просто все туристы бросают машины на обочину и идут пешком. Идут пешком. Но, опять же, гласит знак, что работает эвакуатор, поэтому не хотелось бы омрачить свой отпуск опять лишними переживаниями. Плюс еще денежными затратами забирать машину неизвестно откуда из штрафстоянки, на которую поставят. Автомобиль, ну там разъедемся, да, попробуем. Там разъехаться, там отбойники стоят. Нет, я дальше не проеду. А, проедем. Поместились. Так, у нас указатель стоит Кипарисового озера направо. Здесь шлагбаум. Здесь мы точно уже не встанем. Нет, а мы узнавали, что здесь тоже можно вставить, но здесь вроде дороже. Мы сейчас узнаем проезжие. Сейчас мы все выясним. Здравствуйте, а почем у вас стояночка? Стояночка, почем у вас? 250. А, вон. Его просто загородили невинно. Миш, может, в тенечку встанем. Да, мы, пожалуй, поедем. Для парковочек? Мы поедем в тенечек поставим. Так, и пешеходы, пешеходы. Нет, там уже занят тенечек. Мы поедем на свой старый тенечек. Там уже как-то поудобнее. Тут идти, пройти-то буквально 100 метров пешочком. Но она будет, как говорится, как я уже и сказал, хоть большую часть времени в холодке постоять. И, по-моему, мы проезжали места, там есть. Маршрут перестроен. Через 200 метров крутой поворот направо. 250. Нет, там может тоже 250. Но там хотя бы... Эх, а я, как он плотно подходит. Так, ну что, сейчас определимся. Здесь не больно ставить? Здесь у нас уж больно хвост будет далеко торчать. Нет, не будем рисковать. Пусть под небольшой, но охраной все-таки будет стоять. Вот она буквально здесь. Через мост. И попробуем еще найти местечко в тенечке. Крутой поворот направо. Парковка. Местный охранник нас встречает, которому едва исполнилось 16 лет. Здравствуйте. О чем у вас охрана, стояночка? 200 рублей. 200 без ограничений. Ага. А в тенек где-то найдем место поставить? Конечно, в самом конце загадок. Ага, хорошо. Так. Друзья, оставили мы свой космолет в тенечке. Здесь получилось на 50 рублей. Подешевле. Но дело даже не подешевле, а в том, что там-то вообще на солнцеперке машина будет целый день стоять. Она жарится, а тем более черный цвет, он очень к себе привлекает солнечные лучи. А здесь у нас небольшая, но горная речушка. Можно даже вот, кто джипингом занимается, на джипе переехать вброд. Или по мосту, по которому мы только что с вами проезжали. Так, ну что, дошли мы до стоянки, где ходят трансферы. Здесь касса. Здесь у нас цены. Все, что, какие услуги предоставляются в парке. Здесь ждут посетителей. Трансфер стоит 50 рублей с человека. Но, как написано, по техническим причинам трансфер не работает. Приносим свои извинения. Вот так вот, ребята. Поставили машину за 200 рублей. И еще надо ножками пройти тут целый километр, наверное, если не больше. Стали узнавать, почему не работает. Сказали, стоит один-единственный. И тот на зарядке еще не меньше часа. Посчитали по деньгам. Получается, что 50 рублей с человека. Это в один конец нам 200 рублей. В другой, обратно вернутся тоже 200. Получается 400. 200 рублей стоянка автомобиля. То на то и выходит. Но плюс неудобство в том, что здесь еще нужно ждать целый час на жаре. И вдобавок, ты привязан к этому автобусу. Ты должен будешь ждать, когда он за тобой опять приедет. А на свою машину в любое время сел и поехал. Так что возвращаюсь я на стоянку. Сейчас попробую договориться с охранником. Поскольку простояли мы даже меньше 15 минут. Посмотрим, удастся договориться. Значит, вернем свои деньги, поедем на машине. Не удастся. Значит, все равно заберем свой автомобиль. И поедем уже все равно на своем автомобиле. Вот так, вот так сейчас. Сюда спрятим, наверное. Давай попробуем, может, чуть-чуть поднимать. А ну, Малой, ты запечатлел меня там? Чего? Меня не запечатлел? Нет. Не-не, сзади надо поднимать. Не-не, а ну ее сзади вот так. Один сзади снять. Давай. Не-не, вот там надо. Ну давай, оттуда вдвоем возьми. Не, закрыло, Андрюх, ты видите? Да, иначе я не проеду-ка. Где-то там стоит, где-то там стоит. Не, она подошла чуть-чуть вперед. Давай, потой. Плотняк, плотняк туда. Кто-нибудь еще, давай дальше. Плотняк, плотняк туда. Так, ну что, подвинули автомобиль. Дали автобусу проехать. Должен пройти нормально. Вот такая незадача. Ну что, сейчас путь освободится. Поедем дальше. Друзья, ну что, подъехали мы к кассе, заплатили мы 600 рублей. Отметили нам номер и сказали, сохраняйте до конца, до выезда. Поучаствовали мы сейчас немного в спасательной операции. Сейчас мы мужичку скажем, чтобы отъехал. Отъехать немножко назад. Вот как раз пример того, что висит знак. Остановка запрещена. Работает эвакуатор. Но получилось так, что тут не эвакуатор приехал, а приехал автобус. Все загородил. Из-за того, что здесь проехать нельзя. И с другой стороны нельзя проехать. Ну а дальше вы видели. Мы взяли ручную. Ручной силой. Все это дело подвинули. Но опять же, я говорю, кого-то такие моменты учат, а кого-то не учат. А еще было у нас желание. Вот, свободное окошко, бесплатное поставить. А наш бы хвост был еще длиннейший. Тогда бы вообще тут неизвестно, чем бы дело закончилось. Так, по-моему, здесь сейчас налево уходить. Да. Налево на озеро, направо на зиплайн. Дорожка здесь бетонная. В прошлом году мы здесь ходили пешком. Но, честно говоря, вроде бы ничего сложного. По бетону идти нормально. А то, что вот печет. Сегодня у нас за бортом 36 градусов. Ничего себе шпарит. Но на воде сейчас будет все равно попрохладнее. Прокатимся. Возьмем мы сейчас катамараны. И поплывем к кипарисовым деревьям. Правда, тут, в принципе, ехать-то, идти точнее было пешком, ну, метров 500, наверное, оставалось. Решили мы доехать, чтобы побольше, побольше хоть было время посидеть в салоне, охладиться, прежде чем... Сейчас, не знаю, на парковке-то будут места, нет ли. Куда-то он встает. А вон там есть место парковочное. Сейчас протянем дальше. Далеко забиваться не будем. Там на щебенке мы встанем вот здесь, на бетонке. Нормально там катамаранов ехали. Все разобрали катамаранов. Сейчас еще ожидать придется, наверное, когда освободятся места. Так, ну что, приехали. Так, нам в багажнике ничего не надо? По-моему, ничего. Ладненько, пойдемте дальше. Вот и приехали мы на Кипарисовое озеро. Машину припарковали на бетонной парковочке. Пока мои стоят в очереди за билетами на катамаранчике. Давайте посмотрим, какой здесь пляж. Ну, конечно, купание запрещено. Да, вот я хотел обратить внимание тоже. Купание запрещено, но все купаются. Так что здесь спасение утопающих дело рук самих утопающих. Что, народу здесь сегодня предостаточно даже посмотреть, что за одними катамаранами очередь. Вот и мои как раз ждут билеты. Билеты продаются по мере освобождения катамаранов. Ну что, наконец-то дождались моего чрезвычка. взяли билет стоимость проката катамарана стоит 1000 рублей час каждая последующая прострочка уже приравнивается к 30 минутам то есть дополнительно будет еще 500 рублей мы на всякий случай взяли с собой зонтик потому что печет сегодня вообще конкретно ездит тут ребята вон на зиплайнах летают а мы сегодня решили поближе к воде поближе к воде жилет нам надо бы конечно маленького маленькому нам это на всякий случай все отлично время засеклись 1735 прибытие сейчас по плавучему мосту понтонному идем к освободившимся катамаранчиком как вы видите они без зонтиков и на таком солнцепёке час прокалиться а мы